ДЕТОКС Я вам обещал рассказать о том, как голод позволяет очищать организм, а также расшлаковать его и удалять разного рода шлаки и яды. И вот я воспользуюсь своей книжечкой, в которой Иисус Христос рекомендовал людям голод для очищения сознания и исцеления тела. Вот его слова, записанные Иоанном. Это Евангелие мне. Итак, начнем. Значит, Иисус Христос говорил, «Поэтому вы должны очистить свой храм, собственное тело, чтобы владыка храма, Бог Отец, мог поселиться в нем и занять место достойное его. Чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, которые исходят от сатаны, удалитесь под сень неба Господня. Возвратите себя сами и воздержитесь от принятия пищи. Ибо поистине говорю я вам, лишь постом и молитвой могут быть изгнаны сатана и вся злобредность его. Верните свой дом и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы поститесь. Под постом поднимается голод. Поститесь же до тех пор, пока Вильзовул и вся порча не покинут вас, и все ангелы Матери нашей земли придут служить вам. Ибо поистине говорю я вам, пока не совершите вы поста, не освободитесь от власти сатаны и от всех болезней, исходящих от него. Поститесь и молитесь с усердием, от всего сердца, надеясь получить силу от Бога Живого и от Него исцеление свое. Во время поста избегайте сынов человеческих, а вернитесь в общество ангелов Матери нашей земли, ибо тот, кто ищет усердно, тот найдет. Ищите чистый воздух в лесу или в поле, ибо в них найдете ангела воздуха. Разуйтесь и снимите им ваши одежды, и пусть ангел воздуха обнимет все тело ваше. Потом дышите глубоко и медленно, чтобы ангел воздуха проник в вас. Поистине говорю я вам, ангел воздуха изгоняет из тела вашего все нечистоты, которые оскверняли вас наружи и изнутри. И в этом все плохие запахи и нечистоты выйдут из вас, как дым от пламени, который вьется в воздухе и теряется в океане небес. Ибо поистине говорю я вам, ангел воздуха есть святой, он очищает все скверное и превращает в нежный аромат все, что испускает дурной запах. Никто не сможет предстать перед лицом Божиим, если ангел воздуха не пропустит его. Действительно, все должно обновиться через воздух и истину. Ибо тело ваше вдыхает воздух Матери-Земли, а дух ваш вдыхает истину Небесного Отца. После ангела воздуха ищите ангела воды. Снимите обувь вашу и одежду вашу и позвольте ангелу воды обнять вас все тело ваше. Отдайтесь полностью в его руки, боюкающие вас, и столько раз, сколько дыхание ваше заставляет колебаться в воздух, пусть тело ваше, качаясь, колеблит воздух. Поистине, говорю я вам, ангел воды изгонит из тела вашего все нечистоты, которые загрязняют его снаружи, так и изнутри. И все нечистое и скверно пахнущее потечет от вас далеко, подобно тому, как грязь от одежды, стиранной в реке, уносится течением и теряется вдали. Поистине, говорю я вам, ангел воды святой, он очищает все, что осквернено, и превращает в нежные ароматы все дурные запахи. Никто не сможет предстать пред лицом Божьим, если ангел воды не пропустит его. Действительно, все должно обновиться через воду и через истину, ибо тело ваше купается в реке земной, а дух в реке жизни вечной. Ибо получаете вы кровь от матери вашей земли, а дух от Отца вашего небесного. Но не думайте, что достаточно того, что ангел воды обнял вас только снаружи. Поистине, говорю я вам, внутренняя грязь еще более страшна, чем грязь наружная. Поэтому тот, кто очищает царись снаружи, остается нечистым изнутри, похож на гробницу, украшенную блестящей роскошью, но внутри наполненную грязью и нечистотами. Поистине, говорю я вам, позвольте ангелы воды осветить вас также изнутри, чтобы вы избавились от всех грехов прошлых своих. И тогда вы станете изнутри таким же чистым, как речная пена, играющая в лучах солнца. Чтобы достигнуть этого, достаньте большую тыкву, снабженную опускающимся вниз стеблем, длиной человеческий рост. Очистите тыкву от ее внутренности и наполните речной водой, нагретой на солнце. Повесьте тыкву на ветку дерева, преклоните колено на землю перед ангелом воды и потерпите, пока конец тыквенного стебля проникнет в ваш зад, чтобы вода потекла по всем вашим кишочкам. Оставайтесь скаленопреклоненным на земле перед ангелом воды и молите Бога жизни, чтобы он простил вам все ваши прегрешения. И просите ангела воды, чтобы он освободил ваше тело от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом выпустите воду из вашего кишечника, чтобы с ней устремилось все, что происходит от сатаны, все нечистое и злобонное. И вы увидите собственными глазами и почувствуете собственным носом все мерзости и нечистоты, которые оскверняли храм тела вашего. И поймете вы тогда, сколько грехов обитало в вас и терзало бесчисленными болезнями. Поистине говорю я вам, освящение водой освободит вас от всех болезней. Каждый день своего поста, то есть голода, повторяйте это освящение водой до того дня, пока вода, истекающая из вас, не станет столь же чиста, как пена реки. Тогда погрузите тело свое в текущие волны реки и в ней, в объятиях ангела воды, возблагодарите Бога за то, что Он освободил вас от грехов. И это святое очищение ангелам воды означает воскрешение к новой жизни. И с этого времени глаза ваши начнут видеть, а уши слышат. Ибо после этого очищения не грешите больше, чтобы в течение целой вечности ангела воздуха и воды могли обитать в вас и служить вам в любой час. Но если после этого останутся у вас следы нечистот, учитывая ваши грехи прошлые, призовите ангела Света Солнечного, разуйтесь, снимите свои одежды и позвольте ангелу Света обнять ваше тело. Потом вдыхайте воздух медленно и глубоко, чтобы ангел Света смог проникнуть к вам внутрь. Тогда он изгонит демонов, подобно тому, как по возвращении хозяина домой грабители спасаются бегством из покинутого жилища. Один через дверь, другой через окно, а третий через крышу. Каждый спасается как может. А также покинут ваше тело демоны болезней, все прошлые грехи, вся грязь, все хворобы, которые скверняли храм вашего тела. И тогда ангелы Матери-Земли овладеют вашим телом настолько, что владыки храма смогут вновь войти в него. Тогда все скверные запахи покинут в спешке ваше тело через дыхание ваше и через кожу вашу. Загнивающие воды зайдут изо рта вашего через кожу, через задний проход и через мочеиспускательные органы. И увидите вы все это своими собственными глазами, почувствуете собственным носом, ощутите собственными руками. И когда все грехи и все нечистоты будут удалены из тела вашего, тогда кровь ваша станет такой же чистой, как кровь Матери-Земли, подобно пению потоки, играющим в лучах солнца. И дыхание ваше станет таким же чистым, как благоухание цветом, ваша кожа станет такой же чистой, как кожица фруктов, розовеющих сквозь листву деревьев. Свет ваших глаз станет таким же ясным и блестящим, как сияние солнца в голубых небесах. И тогда все ангелы Матери-Земли будут служить вам, и ваше дыхание, и ваша кровь, ваша плоть станут единим целым дыханием, кровью и плотью Матери-Земли. И дух ваш также станет единим с духом Отца Небесного. Там были такие правды, что тот человек, который голодает всего лишь один день, грехи, которые он накопил за вод, снимаются. Голод позволяет еще очищать наши тонкие тела от прошлого опыта, негативного прошлого опыта, который мешает в данной жизни. Это очень-очень важно. То есть голодание действует по всем разделам человеческого организма, как на физическом уровне, на физиологию. То есть действует на все тела, начиная с самого духовного уровня. То есть идет, как бы сказать, очищение. Подобное действие не оказывает ни одно средство. И правильно проведенное голодание и выход из него. Отдаривает человека, ну буквально таки, совершенно иным качеством жизни. Огромное количество энергии. До этого человек такого не ощущал. То есть какая-то радость. Какое-то новое восприятие жизни. То есть очень-очень интересные вещи делает голодание. Голодание.